Но надо обратить внимание, почему у вас эффект примедленный, чтобы отжиг происходил, чтобы не было этих самых, а если резко, вот и резко перегорит этот спираль, как в лампочке. Ну в принципе спираль может не перегореть, а вот именно шины подводные, вот что перегорало? В общем, обратите внимание, может свяжитесь с ним, он большой специалист, Марков Геннадий Александрович, ну вообще здесь. Спасибо. Так, еще желающий выставить? Хотел. Давай, давай. Чтобы исключить многие процессы связанные с возможными, с возможными очень сложными и непонятными химическими процессами, которые там есть, желательно поступить таким образом. Надо сделать этот реактор и его вначале проколить без всякого топлива, то эти же температуры нагреть, чтобы вот эти процессы, они все прошли и потом можно будет снять эти вопросы. А так, вот эти вопросы остаются, ну для меня они по крайней мере остаются. Вот, поэтому, в общем, нужно сначала проколить как следует реально, а потом, ну, засыпать топливо, малое отверстие засыпать, зацементировать. А, прокаливалось? Прокаливалось? Да. Бег. Вот это тогда все. Спасибо. Следующий. Желающие есть выступить? Да, я. Пожалуйста, сюда, громче только. Да, конечно, я натренированный уже. Да, и сами себя будете записывать. Да, и сами себя записывать. Добрый день, дорогие друзья, зовут меня Ярослав Петрович Старухин. Восемь лет я снимаю видео и доношу до граждан России, что Российская Федерация лидирует фундаментальных исследований. В зале сидят люди, которые выросли на советской школе. Советская школа уникальная, в отличие от всего, ну, все, что происходит на планете, воруются идеи советской фундаментальной школы. Что хотелось бы попросить, подумать, это идет запись скорее для записи, что нельзя эти, огромная страна. И один единственный всего лишь исследователь стал изучать, каким, нужно нам всем подумать, каким образом мы можем помочь создать, возможно, лабораторию, сопровождение интернет-эфиров, потому что знания очень сильно отстают. Говорят про нанопорошки, там, мельницы, еще что-то. Давным-давно в военно-промышленном комплексе России созданы технологии, технологии бесконтактного измельчения материи менее одного нанометра. И так далее. Мы настолько глубоко, ну, это просто засекреченные вещи. И то, что человек занимается, это нужно помогать и привлекать к этому максимум общественного внимания. Хорошо, что здесь присутствуют средства массовой информации, с кем-то мы познакомились, потому что общество абсолютно не информировано. А комиссии по лженауке, по борьбе со лженаукой прикладывают максимум усилий. Хотя туда вкачиваются миллионы долларов, чтобы не допускать такие разработки, чтобы говорили, да, а по каким соусам не можем подорвать авторитет. Не дай бог ошибочное суждение какое-то. Ну так давайте исследовать. Человек-пенсионер, он не может. Я просто 8 лет больше общаюсь с учеными и понимаю, что люди работают у себя на кухне. Свои пенсии вбрасывая на эти эксперименты. И задача глобального общества подумать, каким образом привлечь внимание и общественности, и бизнесменов, и микрофинансирования, государства. Все, спасибо большое. Коля, не говори. Прошли, давайте, идите. Так, друзья, вот видите, деньги мне даются. Вот уже деньги пошли. Не отказывайте. Так, кто еще хочет выступить? Нет. Нет. Тогда у меня маленькое замечание, но полезное. Даже у русскую потерпит Ленин. Значит, наверное, у меня, наверное, плохо сделал первое сообщение. Значит, что я хочу сказать. В первом приближении мы, людей науки, делим на изобретателей и ученых. Пример великого изобретателя, но не ученого, но возле от Теслы. Значит, который, мы знаем, кто такой великий Тесла. К сожалению, для нас статей практически не оставил. Столько патенты. Когда по ним делают устройства, эти устройства почему-то не работают. А у него все работало. И на первой в мире большой электростанции, гидроэлектростанции, которая была построена на Ниагарском водопаде. Так, табличка привыкла. Вот это первая в мире гидроэлектростанция на переменном токе. Не помню, можете, извините, пожалуйста, там, мегаватт. Значит, построена на основании следующих патентов. 12 патентов перечислены. 9 из них, извините, Тесла. Вот и такой был Тесла. Значит, поэтому, значит, причем в ванной, значит, как-то я не успел записаться на реактор. Ну, там, заговорили чем-то и так далее. Меня записали в какую-то лабораторию. И эта девочка, говорит, вы не пожалеете. Говорит, комплексы, автобус, наш человек здесь, автобус большой, двухэтажный, тем более, пригород Лондона. Приезжаем туда, встречали. Говорит, кто вы, теоретики? Это была там международная конференция. Ну, все, тогда для вас, наверное, будет очень интересно. Мое мнение, я впервые, так сказать, слышал слова, праведоктор, профессор говорит. Вы знаете, для вас, кто фигура номер один электричный? Говорит, Максвелл. Вот все так считают, ащи вы же. Максвелл знал об электричестве мало, а написал много. Значит, вот поэтому он вошел в сторону. Совсем, говорю, другая ситуация с Теслой. Тесл за много написал, в российский ничего, да, и вот такая вещь получилась. Я к чему говорю? Что надо осторожно относиться к навешиванию ярлыков. Я на личном опыте, вот я там интервью, там, сегодня, там, рвану. Барабошкин академик предложил мне в свое время деньги открыть тему и говорит, Николай Владимирович, будете работать с моим эсперантом, тот ученый секретарь Кремлевского наук. Говорит, у нас проблемы, холодные ядерщики. После, вон, фрешмена, помните. Моя реакция. Да не может это быть, чепуха и так далее. Барабошкин, великий мужик, светлая память. Говорит, Николай Владимирович, я буду вам очень благодарен, если вы мне докажете, что это ерунда. Я вам даю деньги, работайте. Мне нужен только честный результат. Поскольку, говорит, во всей Академии наук ответили честно на вопросы. А его интересовал электрохимик, доктор, представляете? Под ним 28 институтов было. Он украинка стоял, деньги давал. Химический институт, представляете? Курировое направление. Говорит, всех Академиков опросил. Спрашиваю у них вопрос, что происходит с электроном, как он переходит с верхней орбиты на ерунду. Что происходит? И, говорит, мне пудрили мозги больше всех, говорит, зельдовичные мозги запутал. Я ничего не понял. А вы, говорит, как честный человек. А он мне ночью позвонил. Значит, мой бывший эспирант сказал ему, если никто не ответит, тогда обращайтесь к Самсонику. Он точно ответит. По рабочке мне позвонил, спрашивает, Николай Владимирович, как там электрон переходит? Я говорю, а это какой парадигм вы, как станете? Если с точки зрения современной науки, тому нельзя спрашивать. Просто нельзя такой вопрос задавать. И никто не знает. А он говорит, что есть другая точка зрения? Я говорю, есть такая партия. С точки зрения логида будет. А там как? По телефону переговорили час, потом спохватился. Николай Владимирович, сейчас только 2 часа ночи. Немедленно приезжайте ко мне, высылаю машину. И вот мы там проговорили до 7 утра. За чашкой чая. И подружились. И он говорит, вот я даю деньги, да, и мне надо получить. Да или нет? Через 2 года, к моему удивлению, да, получили положительный результат на 7,3 литра. Вот так я влип в эту историю. Значит, теперь слушай дальше. Значит, по поводу вот этой гидрины. По поводу гидрины. Там такая ситуация. Значит, там по поводу гидрины такая ситуация. Человек. Значит, почему его народ воспринимает штыки? Давайте честно скажем. Как мы вот привыкли воспринимать современную науку? И студентам учим, углы там, так сказать, срезаем и так далее. Мы говорим. Значит, главная величина в науке, так сказать, физики, это лагранжиан. Так, я вижу, уходит. Мы не подведем туда. А, да, да. Без нас. Мы не можем без вас уйти. Тогда подождите. Ну, мы видим, что вообще дает деньги. Бараборскин дает... Про гидрины, про гидрины. Ты послушай, про гидрины. Умрешь, не вежество, хотя ты великий профессор. Так вот, слушайте. Значит, как поступает... Да, вот. Да, в современной той же зрели. Мы говорим, вооружаем. Это генетическая вене в потенциальном мире. У нас потенциальная энергия есть. После этого, значит, возникает вопрос. Дайте я лечку, а граждану все знать. Расписывай. Откуда его взять? Вот именно. Да, тогда современный физик говорит. Ребята, к тебе, давайте так подумаем. Из происходить каких-то простых соображений, если он сходил. Например, результат не должен быть, зависит от выбора системы координат. Том углу, том углу. Первая посылка. Вторая посылка. От того я поворачиваю систему, потому что я, может быть, что-то... Общий закон о симметрии. Да, закон о симметрии использует, правильно. Потом, надо желательно использовать матонарис, любимый. Значит... Самое главное, в граждане там входит энергия. Как ее добавить? Обожите. Значит, итак... Мы сбили, мысли и так мало, вы сбиваете. Великое. Огромное освобождение. Значит, мы берем динамические переменные, которые непрерывные, для того, чтобы использовать матонарис. И так далее. Релитивический вариант. Написали граждан. Предположим, мы, сейчас мы это... Угадали потенциальную энергию, откуда-то взяли. Ну, какие-то соображения. Чаще всего, соображение простоты. Природа красиво устроена, выбирает просеющую конструкцию. Да, написали граждан из соображения простоты, что получались уравнения не выше второго порядка. После того, открываешь любую книжку, и оттуда наблюдаемая энергия и так далее, все получается. Правильно? По принципу, имеющего действия, уравнение получилось. Решаем уравнение. Решение, может быть, физическое или физическое. Вот тип обычной науки, да? А как поступает МИЛС? Теперь послушайте, как МИЛС поступает. МИЛС говорит, что мы знаем из опыта. В нижнем состоянии, в гидрина, в нижнем состоянии, электрон не излучает. Он говорит, рассмотрим, как изобретать, рассмотрим электрон, вращающийся, погруженцы. Он же должен излучать. Да. Поль, задача решена. Он пишет поле Е и А, которое излучается. Говорит, давайте разложим это поля по гармоникам. Разложи много. И говорит, ну-ка, посмотрим, понимаете. Гармоники какие излучают, вот давайте выбросим. Выбросили гармоники. И, говорит, по аналогии, из них же стали выбросить. Поняли, да? После этого вот получается вот такая, а эта физическая не нравится. Нравится и не нравится, но он взял уравнение Ньютона классическое, уравнение Максвелла, выбросил руками гармоники, сделал какие-то предсказания, вот эти гитрины и продолжает экспериментировать. Конечно, с современной точки зрения не теория. Но можно допустить, что у него человек с великой интуицией. Может быть, вообще-то может. Поэтому надо, я так думаю, аккуратно, ненавязчивые ярлыки, тихо, спокойно разбираться. Вот как мы сегодня с этим экспериментальными работаем. Все, спасибо, приходите на семинар, до свидания. Спасибо. Александр Юрьевич, запишите на семинар Крухадзе. Александр Юрьевич, на семинар Крухадзе записаться? Да, я позвонил. Молодцом. Ну что, вы идете? Да. Ну что, наконец-то познакомились, дропаде. Какие впечатления? Ну, я не знаю, я плохо понимаю в этом смысле. Вот так вот, да. А Российская Академия Наук скажет, да все это чушь. Чешуй их. Дрова, дрова. У меня все отлично, все нормально. Сейчас вернусь, ладно? Да, давай. Здесь долг примерно еще больше. Пусть подниму. Да нет, скоро уходим. Уходим. Так, Анатолий Васильевич, ну как, ваше впечатление? Ждем выхлопки материала тогда из домашней лаборатории. Да? Да. Не говорю, я да. Я вывожу. Хорошо. По поводу холодного ядерного синтеза. Если вы знаете, вы знаете, наверное, Канарева Филиппа Михайловича. Да. Вот он уже давно, месяцев два назад, может, больше, в том году, сказал, что вот этот вот каст или горячая кошка Андрея Росси, это, конечно, успех. Но это поздно, вчерашний день. Ага. Вчерашний день, я так понимаю, это его импульсная энергетика. В сегодняшний день я считаю, что это микроволновая энергетика Кушлева. Микроволновая энергетика Кушлева. То есть вы на этом стоите. Но успехи холодного ядерного синтеза очень важны для того, чтобы завалить потенциальную науку. Угу. Ядерную физику. Я с нетерпением жду, когда будет суд и председатель комиссии по борьбе с лужинной рукой будет повешен на байкосе. Почему на байкосе? Чтобы никто не мог снять. И все остальные также должны понести наказание. Это уголовное преступление, которое сейчас совершается. Александр Юрьевич Кушлев, можно вас на секундочку? Вот Шестопалов говорит, что холодный ядерный синтез – это позавчерашний день. Вчерашний день – это импульсная энергетика. А сегодняшний день – это микроволновая энергетика Кушлева. Я могу сказать так, что холодный ядерный синтез, он, безусловно, возможен. Но использовать его как промышленную источную энергетику – это... Ну а что, а почему же говорят, что Россия сделал мегаваттный тепловой генератор? Это самая главная проблема, что не отключается от розетки. Подождите, понимаете, в чем дело... Нет, мы не знаем подробностей, Александр. То есть, я не видел, я не щупал. Понимаете, в чем дело? Допустим, не отключаю от розетки, но все равно мегаватт тепла сверх полученного – это уже что-то. Это уже КПД 50%. Нет, ну подождите, значит, дело в том, что он говорит о 3-4, эффициент 3-4, значит, это самый. Поэтому получается, извините меня, значит, 75-80% КПД. Ну и что? Это закольцовки-то ничего. А? Это закольцовки-то ничего. Нет, не важно. Знаете, что такое закольцовка? Что такое закольцовка? Что вы называете? С выхода на вход. С выхода на вход. Энергия. Нет, с выхода на вход – нет. У вас такого нет. В общем, дело в том, что есть так называемые собственные нужды. Понятия, так же, как на атомной станции есть собственные нужды, которые крутятся тоже от своего генератора, да? Так и здесь, в конце концов, значит, в конце концов можно в конце концов поставить термоэмиссионные какие-то устройства, которые будут кушать это тепло. Не об этом разговор. Не об этом разговор. Вопрос заключается в том, что вы, 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 насчет, вот, понимаете, в чем дело, да? Я тут на семинаре по горячему, где термояды будут, в тщатнике, значит, и они, значит, очень интересны, значит, там был Нейматуллин, Ромер, и мы пришли к выводу, что в Советской России принято строить пирамиды Хеопса. Значит, первые пирамиды Хеопса, которые мы обладали, ну, мы исключаем советскую власть, потому что это тоже пирамиды Хеопса, да? А научная пирамид Хеопса, это МГД Гиро. Значит, следующая пирамид Хеопса, следующая пирамид Хеопса, это, как она называется, курорт Сочи. Да? Да? И главное сейчас, не построив, испугавшись всех пирамид, которые мы настроили, значит, можно пропустить вот это, понимаете? И мы придем, как мы пропустили парогазовый цикл, пропустили совсем, да? Мы пропустили его. Мы пропустили автомобилестроение, пропустили его на таком низком уровне в своих автомобилях, что стыдно. То есть, мы в основном, как в свое время, такой знаменитый артериорист Грабин, который, значит, придумал положить первоствольную, обильную пушку, молодец, пушки, значит, М3, ну, который с большими пумицей, колесами, и он подошел к Кулику, сказал, что вот нужны деньги, чтобы мы провели эксперименты. Он подошел вместе с ним, с Грабином, к Сталину, если вы хотите, вот, Грабин говорит, что пушка плохая, М3. Вот он там придумал, что там, хорошая пушка. И ему поручили сделать эту пушку, пушку, ствол, и все то же самое, только поставить на резиденцию. Выдите на Белинской колесах. Понимаете, что это дело? Поэтому у нас очень много людей, которые говорят, ладно, какие-то такие пройдут автомобили, ладно, пойдут. А Лады как два 60-го года, так и осталось. Поэтому, как бы вы здесь не пропустили? Впрочем, дело, можно через несколько дней начать делать настоящие лучшие даемки. С автомобилем, в принципе, у меня из нас. Понимаете, все, как бы нам не пропустить? Нет, мне надо заглядывать не с прошлого, а с будущего. А что в будущее заглядывать? В будущее это будет вновь энергетика, летающая стоянка. Не будет вновь энергетика, не будет вновь энергетика. Нет, не слышно. Не слышно. Дело в том, что вчера на... Воспаде не летают. Позавчера, позавчера на семинаре просветного выступал мужик, который сказал, вы не совершенно не учитываете наличие эфирной энергии. Вот, и именно об этом и я говорю. То есть, я знаю, на чем летают те, которые лучше нас, поэтому нам надо займемся над этим. Не надо дергаться с этими симпатами, распадами, это только выглядит. Это видно из будущего. Ну, а дело в том, что где эти, кто занимается этим? Я занимаюсь. Так, у вас семинар есть? Есть, 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 записывайте адрес. Давайте, с удовольствием записаться. С удовольствием. Давайте... Есть такой прекрасный... Александр Георгиевич, ты выпал из кадра. Ну, ладно, все тогда. Все снято, да? Да. Все? Твоих YouTube не выдержит. Значит, я звоню по телефону, чтобы кто-то один закачивал. И я... Чего? А можно или так? Чего? Закачивать. Что закачивать? Закачивать чувак. Видео на YouTube вдвоем, если ты были закачивать, я бы закачивать. Конечно. Он выдержит? Конечно, все выдержит. Одновременно? Одновременно. Проверено? Проверено. Это стейрушная система, она все будет. Это легче. Я думаю, что надо звонить, по телефону согласовать, закачивать. Нет, 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 нет. Абсолютно все. Все окей. Вот, дорогие друзья, запомните, что Сапавов Анатолий Васильевич, это процессы холодно-ядерных синтезов толщи недр, да? Как правильно назвать? Насле растущей техногенной трещины. Ну, посмотрите в интернете. И именно благодаря Анатолию Васильевичу мы попадем к Парховенко домой. Вот это я не обещаю. Почему? Вы же видео скачаете. А, я думаю, что я должен как бы переговорить и обеспечить. Не-не-не, я имею в виду, не-не-не. Видео сегодня-завтра будет. Все, ну это очень интересно. Может, только выходные помешают, чем-то, я не знаю. Думаю, все будет. Ладно. Все, спасибо. Счастливо. Да, я еще не ухожу. А, еще не ухожу. Здесь есть герой. Жена этого ученого. Да. У них же лаборатория, то в зале находится, в духовной квартире. В двухкомнатной квартире. Да. И вот эта женщина жизнь всю провела в лаборатории, за шкафом. Только с другой стороны. Ученая с одной стороны, а она с другой. Давайте возьмем интервью. Готовы для Найза, хочет ли она. Ну, раз пришла, значит, Найза. Давайте попробуем. Вот я с той стороны. Давайте, давайте. Давайте, давайте сюда заходите. Если не сложно, если можно, библиографические какие-нибудь данные для народных масс, которые хотят знать, где родился, где учился, как вы познакомились. Это представлена жена нашего сегодняшнего докладчика, Александра Евгеньевича Пархомова. Он не одобрит. Если вы, конечно, плохие слова о нем сказали, то он не одобрит. Он запишет его из Сирены, и родился во Владимире, учился в Москве, заканчивал мифи, и также диссертацию защищал. Жена тоже мифи заканчивала, и там же и то сна. Ну, больше, что еще с вами. Всю жизнь доработает. Как вам дали лекарство? Вы квартиру эту получили в каком году? В таком роде Севинбурге. Это вы сколько в этой квартире лет? В 1966 году. В 1966 году. И она же, когда она стала лабораторией? С самого начала, в свою жизнь, да, лаборатория. Притом, конечно, вот что я могу про Сашу отметить, что он умеет на таких скромных территориях, таких скромных средствах и минимальных затратах материалов, поставить эксперимент, который, в общем-то, никто другой, и даже не помысл. А как вам удалось все это вытерпеть? Катушки на шкафу? Как пыль вытираете, да? Я не терплю. Я с удовольствием ему помогаю, чем могу. Хотя, конечно, многим помочь не могу. Но, по крайней мере, отвлекаю на себя внуков. Вот я считаю, что это главная помощь моя для него, потому что ему тоже, внуки, постоянно авторитет, только он. По всем вопросам, и по вопросам, и по математике, и по физике, и по языку, авторитет только те. Но я, насколько могу, стараюсь на себя отвлечь вот этого. А как вот проблемы? Лампочка перегорела, кран течет там. Вот у меня жена очень страдает тем, что я не вкручиваю лампочки, не чиню краны. Что течет, конечно, течет. У вас это не проблема? Вы сами этого разрешаете? Нет, ну, у меня Толсонет все же своими руками умеет делать, и если есть время, то он делает все. Ну, вообще, были, конечно, тяжелые моменты, у нас 90-х, мы вообще хотели уехать в деревню, там картошку сажали. За счетами тоже привозили в Москву картошку, в рюкзаках, в электричках, с выбитыми стеклами, садились на пол, открывали зон, чтобы нету, чтобы стекла все было. Ну, конечно, очень тяжелый период, тяжелый. А вот как вы одобряете, или как, терпите, считаете, так и должно быть. Вот он мне сказал, что, я говорю, давайте встретимся на даче. Он говорит, я на даче не езжу, там нет условий для работы, я сижу дома, а они там... Нет, ну, значит, он в этом, конечно, всегда помогает, я сижу, но, конечно, для него этот отвлекающий момент, он старается избегать, потому что он отвлекает. И вот все, что вы думаете. А как слава вот эта упала? Я, когда у вас был, непрерывно звонить телефон, кто-то предлагает какие-то условия. Вы, как считаете, это хорошо или плохо? Ну, это, наверное, очень тяжело, ему тяжело, это дается физически, я боюсь, но его... Он недавно, если попал в авторе Достова, сидит в машину. Недавно, это как недавно? Ну, года два назад, например, бьешь даже. Блин, потеряла счет времени, его сшит в машину на переходе, и вообще сомневались в том, что он выжил, и тоже тяжело. Вера Иогранская помогла, спасибо. Вот так, Георгий Петрович, могли бы лишиться сегодняшнего докладчика? Могли бы, да. Ну, задайте сам вопрос какой-нибудь, вас интересует, что-то я иссяк. Секрет совместного... Долгожительства? Да, да, да. Терпение взаимное. Ну, неужели терпение? На терпение ты далеко не проедешь. Терпение, уважение, общий интерес. В чем смысл жизни? В чем смысл жизни? Ну, нет, это без комментариев. Мифи, этим не учат, я тоже не учат. Да, на вопрос, чем смысл жизни. Я считаю, что она такая бестолковая, никакого смысла не случится. Или как, нет, смысл я вот считаю в том, что как боец на передовой должен там 10 минут отстрелять и умереть. Вот так вот и мой смысл жизни – это прожить так потомство и умереть. Если поговорить, значит, все есть, я буду делать. Хорошо, звоните, да, по любому вопросу. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Надеюсь, что я не сказала что-нибудь нежелательно. Ваша очередь, я... Виктор. А? Алла Викторовна Пальхомовна. Все, спасибо. Вам всегда спасибо, что Саша выдержали. Вашdoes, как бы, даже тех, кто не знал, по недвижению собесов. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите в средствах массовой информации, как потихонечку начинает разгоняться локомотив российской истерии по поводу новых источников энергии. Смотрите, как начнут огрызаться академики российской академии наук. На семинаре Рухадзе будет доклад-презентация физических процессов, происходящих в экспериментах, озвученных сегодня. Есть научные коллективы, которые работают в этой области, получены устойчивые результаты. Удалось добиться синтеза химических элементов. Продолжение следует... И в активности гражданского общества и заинтересованности, проявленной заинтересованностью общества. Не то, что все сидят на печи и жуют калачи. А, наверное, нужно, чтобы наступили времена, когда сидят на печи, а калачи не жуют. И тогда вот они репу чешут и думают, как выживать. Как в деревню переезжать, условия там создавать. Стоп, снято? Александр Юрьевич, заключительное слово скажете, нет? Ну, давайте, вам, для вас специально заключительное слово. Итак, можете его в руках держать вот так вот, прижав к груди. Здравствуйте, друзья. Значит, очень содержательная была конференция. Я вам больше скажу, что я вообще не ожидал. То есть я думал, что будет гораздо скучнее. То есть четыре доклада, и все вызывают огромнейший интерес. То есть совершенно очевидно, что, значит, кроме основного доклада, который был четвертым, первый доклад про Гидрина, он оказался больше, чем я думал. То есть оказывается, там вот те постулаты, с которыми начинали, они фактически совпадают с постулатами моих представлений, моих гипотез. То есть просто там автор Гидрина, он отказался от некоторых вещей, например, от некоторых постулатов квантовой механики, от которых не надо было отказываться. То есть он слишком много выбросил. А в остальном там очень хорошее совпадение. Поэтому я думаю, что тут впечатляющая будет гипотеза про Гидрина. Ее надо будет развивать и ассимилировать с существующими. И, возможно, возникнет сотрудничество и здесь, и с автором гипотезы Гидрина. Ну и следующие доклады были очень интересны, потому что, например, вы слышали про Бериллий-6. Когда я начал строить его структурную схему, стало понятно, как он устроен, он фактически составлен из ядер лития-3, то есть из легкого лития, прошу прощения, гелий-3. То есть из двух гелий-3 ядер получается ядро Бериллия, которое фактически является ядерным комплексом. То есть это даже здесь молекулярные комплексы. Бериллий-6 – это не моноядро, это ядерный комплекс. И фактически открывает новые научные направления. И самое интересное, что автор, который говорил о веретенообразной модели комплексов, он фактически угадал форму ядер. То есть ядер и таких структур, как, скажем, квази-кристаллы позитрония, то есть они тоже имеют вид таких гелий-3 ядрообразных комплексов. То есть здесь сплошные объединения могут быть между этими гипотезами и теориями. Ну что, дорогие друзья, должен сказать, что видеокамер не так было много. Шестопалов снимал еще, но чтобы кто-то на постоянной основе информировал гражданское общество. Да нету чего-то такого. Вадим, вы видели что-нибудь? Нет. Так что обращайте внимание на глобальную волну. Я думаю, что глобальная волна вообще выходит на первое место, причем на мировом уровне, это же международная организация. Это не какая-то одна страна. Да, ну все, спасибо. Как всегда, для... Ой, не расслабьтесь, это что-то знакомое. А это откуда здесь? Ну, это архивный... То есть это же фестиваль? Да, фестиваль, можно взять. Что, вы можете мне еще один из-за этого? Да, можно взять. Отлично. Да. Есть. Есть. Да. Просто есть люди, которые хотят положить некую базу для предприятий. Ну, они напрямую... Ну, я знаю, что он бы не арестовал, а, в Афанчике. А, в Афанчике. Моя задача создать информационную волну, чтобы люди смотрели тысячи просмотров, там, оно в головах оседает. Восемь лет тому назад, когда я начинал, все пальцы моего виска крутили. А сейчас уже холодно-ядерный синтез обсуждают. Типа, да? Да, конечно. А это что такое? А, это у нас фестиваль был. Это проходил в общественной палате. Мы провели мероприятие. Пригласили докладчиков. Вот это они там выступали. Я иногда уже раздалил. Отлично, все, большое спасибо. Все свободно. Что? Можете направить? Я уже это снимал. А, нановорд.народ. А, Кушелев тут написал свой сайт. Ничего. Вот. Проныра. Вот Кушелев. Я же ведь учусь у вас. Учусь. Молодец, хорошо. Так, доснимай. Да, доснимай. Да, доснимай. А это сборник, который веселый. Вадим, Олег. Вот, вот Вадим. Это у нас главный человек, отвечающий за сервер. Не сервер, точнее портал. Обеспечение, коммуникацию с людьми. Ты попадаешь в его базу данных. Он подумает, с кем тебя скрестить? Кого скрестить с тобой? Вот. Вы отвечаете за казанский фестиваль? Филиал. Так. Юрист. Вот обсудили вопрос, создавать юрлицо или нет. Сразу видно, что создавать юрлицо лично мне не надо. Да. Для ряда операций на стороне сделаем юрлицо. Для написания писем необходимых. Чтобы не получить всякие нападки от грозных структур. Пошли. Пошли. Ну что, все? Не, ну, ладно. Вот это вот. О, это же самое главное. Главная штука. Найдем сюда. Не хочешь вестник? Ребята, на выход. 300 рублей сейчас. 300 рублей. Идем. Дольше мне, да? Да. Ну, смотри, Кушлев все что-то там рисует. Александр Юрьевич, что ты хочешь показать? Молодец, что вы такого мужа выразили, а? Держите. Поддерживайте. Ну, я представляю, как вам практикуется во всем себя ограничивать, чтобы тратить несчастные копейки на эти ржавые кастрюли. Нет, ну, это, ну, мы постараемся как-то его поможем. Да он боится денег. Да, да, да. Я говорю, Саша, давай подумаем по поводу, знаете, спонсор. Какой спонсор? Не надо, ничего. Вот это вот. Бессередливо. До свидания. До свидания. Ну, когда мы сейчас идем береги-шесть, то это два таких конкурса. То есть дальше идет еще один L, и уже под другим углом там идет P, и здесь тоже идет P. То есть вот такие штуки. Структурная стена. Ну, это ваша модель. Это моя модель, да. Вот мне интересно. Модель красивая. А вам знакома работала? Кристаллическим медиатором занимается. Фамилия, сейчас скажу. И Мера работает. Доктор, профессор. Вы меня не помните? Вот выйти из головы. Ну, моим семинар раз за три выступают. Ну, я, наверное, буду на семинаре. Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо. Комистролог. Что вы говорите? Ну, к Митрою есть. Да, к Митрою, конечно, конечно. Привет. Ты кто? Ты кто, Александр? Это вот наш знакомый, который даже приезжал ко мне в лабораторию. Ну, прекрасно, хорошо. А он, наверное, может представиться. Можете представиться? Давай, визиточку. Можно, вы, может, встречались. Можно, встречались. Ну, я думаю, что он считает так, что если на видеокамере записал, значит, встречались. Есть на видеокамере. Александр Евгеньевич. Да. Да. Обязательно. Я так, что есть. Мы с Василиевичем спидем. На половом месте? Поедем. Да. Слушай, я не знаю. Мы поедем, пойдем. Мы поедем пешком. Сонарусь. Я не знаю. Я с парнями. Да. Они пешком лучше отехали. Уберемся. Я с вами хочу. Парни в булочную. Вы в булочную? Нет. Пошли вниз. Они догонят. Ну что, давайте визитку. Вадим, тебе под отчет. Смотри. Иван. А где мы встречались? Кушлева, либо послевнего. Где-то. Не помню. Когда я был Кушлева, по-моему... Не, Кушлева не встречались. Мы встречались уже потом. Сюда вы приезжали здесь, рядом с Ветеролинский проспект. Ну, студенты еще мои там что-то делали. Наверное, это отказалось, без толкового себя. Ага. А я это, похудел, что ли? Ну, похудел чуть-чуть. Да ничего. Правда, я сначала потолстел, а потом уже похудел. До сих пор так тогда. Ну, я догадался, с кем мы встречались, но вижу, конфликция совершенно иная. Набор не тот, да? Ну, да, там делали студенты, якобы хотели привлечь партнеров стратегических. Но партнеры стратегические так и не поняли глобальных замыслов Кушлева. Главное, домены никто не стал продавать. Ну... Ну, надо было. Чего вывести. Доменов столько... Ну, ну, все, проехали, короче. Короче, проехали. Ну, если по сайтам что-то надо, обращайтесь. По сайтам. А что имя? Делайте сервер. Сервер у нас есть, его в дата-центре у нас. Ну, в общем, обращайтесь. Да вот уже обращаемся. Так, кофеек, желаете кофе? Давай хлопну горячим кофейком. Ну, стоп, снято. На этом стоп, снято, дорогие друзья. Это... Чего? Университет дружбы народов. Кофе, давай выпьем кофе. Стоп, снято. Продолжение следует...